Кумандинцы тюркский народ также известны как Куманды, Куманда, Куманды и Куманда являются люди, произрастающие в Центральной Азии. Они проживают в основном в Республике Алтай в Российской Федерации. По переписи 1926 год на территории России проживало 6 335 кумандинцев. В переписи 2010 года их было всего 2892, но, возможно, в перепись 1926 года были включены некоторые родственные народы. Часть кумандинцев, проживавших на берегах реки Бия, от реки Куй ниже по точению, почти до города Абийска и в нижнем течении реки Катун, к 1969 году была объединена с этническим русским населением. Прицак утверждал, что куман в названии кумандинцев идентично по смыслу к именам, данные тюрки, половцы кепчекс и половецких, термин славянский для половцев. Однако сиоки, племена, кумандинцев имеют разное происхождение мифов. Л. Потапов предположил, что они изначально были федерацией народов разного происхождения, кочевых степных скотоводов, например, половцев, таежных охотников, чуваши, оленеводов, ненцы и рыболовов, татар. Куманы принадлежали к конфедерации куман-кипчеков, полевцы из русских анналов, команы из византийских источников, фальбан из немецких летописей. И, в период с конца 80-х до 1230-х годов н.э. распространяли свое политическое влияние в широких масштабах степи от Алтая до Крыма и Дуная. Иртыш с прилегающими степями, по крайней мере, ниже озера Зайсон, находился в сфере действия этой конфедерации. Члены конфедерации, несомненно, также были предками нынешних кумандинцев и тилютов, о чем свидетельствует их язык, который, как и язык табола иртышских и барабинских татар, принадлежит к кепчакской группе. К 17 веку кумандинцы жили вдоль реки Чарыш, недалеко от ее впадения в реку Обь. Последующее переселение на Алтай было вызвано их нежеланием платить ИСАК, финансовую дань, российскому государю. Н. Аристов связал кумандинцев, и Чолкан, с древними тюрками, которые в 6-8 в.в. Н.э. создали в Средней Азии мощное кочевое государство, получившее название «Тюркский Каганат». Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.